Вопросы о деятельности проекта РАМЗЭС Вопросы о деятельности проекта РАМЗЭС Не досылать потом документы, что не очень приветствуется, когда вы подаетесь на визу Вы должны собрать пакет документов и подать За исключением некоторых случаев, когда в действительности невозможно сделать все сразу В остальном надо делать все и сразу То же самое касается и наших жалоб Мы делаем эти жалобы, но что самое неожиданное произошло, мне поступили несколько звонков, несколько уже писем, люди жалуются на других обрадовательных агентов, на агентов миграционных, на учебные заведения. И я думаю, что это очень интересное продолжение, потому что хотим мы этого или не хотим, нам необходимо защищать интересы нашего студенчества, даже если люди не едут в рамках проекта Рамзес. Наверное, это была достаточно тяжелая дилемма для меня и ребят из Казахстана, ребят с России, с Украины, которые нам писали. Наверное, они были несколько разочарованы поначалу действительности, мне как-то не с руки тратить время и силы на то, чтобы помогать людям, которые не ехали и, наверное, не собираются ехать в рамках нашего проекта. Но, с другой стороны, провозглашенное движение чистой руки в нашем секторе образования для иностранных студентов, наверное, требует, чтобы мы помогали и студентам, которых просто, грубо говоря, обманывают образовательные агенты, агенты миграционные, а порой, в общем-то, и учебные заведения. Необходимо создать систему, которая будет защищать интересы всех студентов, вне зависимости от того, едут эти студенты в рамках проекта Рамзес или нет. По всей видимости, мы это назовем расширенным проектом Рамзес. К сожалению, ребята, должен вам сказать, что у нас много насущных проблем в рамках проекта Рамзес, поэтому, по всей видимости, мы не сможем уделять достаточно много внимания, или, по крайней мере, пропорционально много внимания вашим делам и наши дела будут, скажем так, стоять в приоритетах выше. Но в будущем, когда вы, в принципе, сами подключитесь к деятельности нашего проекта, когда вы сюда приедете, и ваша ум, ваша совесть, ваша энергия, ваша смекалка, все ваши позитивные неравнодушия, скажем так, все ваши достоинства позволят нам сформировать отдельную часть нашего проекта, которая будет помогать людям, которые не идут в рамках проекта Рамзес как образовательного агентства, но которая будет защищать интересы нашего студенчества. В этом случае я вам гарантирую, что ваши вопросы будут рассматриваться на самом высоком уровне, то есть министром иммиграции, министром торговли, я не знаю, может быть, как-то министерство изменят, но, я бы сказал, до этого это было Объединенное Министерство Иностранных Дел и Торговли, сейчас отдельное Министерство Торговли, соответственно, министр иммиграции никуда не денется, вот эти ведомства, какие-то другие обмунсмен, человек ответственный за вопросы, связанные со студенческим движением, с иностранными студентами, находящимися на обучении в Австралии, все это вместе должно привести к самому главному, и в этом случае это самое главное, этот исход будет очень важен и для проекта Рамзес, мы должны навести вообще порядок. Я считаю, что образовательный агент, как и вначале было задумано правительством Австралии, должен работать только с комиссионных, которые он получает от учебного заведения, и мой опыт как раз работы и студент, как студент, и как образовательный агент, говорит о том, что это единственное этичное поведение образовательного агента, образовательный агент должен находиться на территории Австралии, он должен быть гражданином этой страны, или по крайней мере очень желательно, чтобы он был гражданином этой страны, только в этом случае он может эффективно помогать своим студентам и отражать интересы этой страны, этих учебных заведений, быть ближе к людям, быть зависим от них и, соответственно, получать очень быстрый фидбэк, то есть отклик на те действия, на тот стиль управления, которым он руководствуется в ведении своего бизнеса. Соответственно, в данном случае, безусловно, у нас есть большие задачи, которые мы поставили перед проектом Рамзес. В то же время, я думаю, что с моей помощью, с помощью ответственных лиц индустрии в государственных структурах и в основном с помощью самих студентов мы наладим своего рода учет и контроль за деятельностью вот этих вот агентов, агентов образовательных, агентов миграционных, и тогда мы сможем расчистить дорогу и для себя, и для других порядочных людей, которые ведут порядочный бизнес, которые служат интересам и Австралии, и студентов. Не только набить ее от своего кошелька, не только вступая в сговор с учебными заведениями, высасывать как можно больше со студентов, еще при этом не так много и отдавая государству. В этом случае, я думаю, что и работники посольства будут избавлены от того пресса, который существует в России, и этот пресс явно коррупционный, не может посольство, находясь в России, быть избавлено от такого, скажем так, такой внешней среды. И я не думаю, что все работники посольства без исключения являются людьми, которые никогда не пойдут на сделку с совестью, и которым не прилипнет коррупция. Зная это, нам необходимо создать механизм со стороны студенчества, не только со стороны государственных структур, который бы защищал те бизнесы, которые не подвержены коррупции, и те бизнесы, которые, как бы так, обрадовательные агентства, которые выступают в интересах студентов и в интересах этой страны. Как я уже сказал, физическое нахождение на территории этой страны, наличие паспорта австралийского, и невзятие никаких денег со студентов и недоключение никаких договоров, на мой взгляд, является обязательным условием. Может быть, существуют какие-то промежуточные фазы, на которых люди, которые сейчас занимаются этой деятельностью, могли бы, может быть, брать что-то сверху. Но мне кажется, что, если даже конкретный случай сказать, один из ребят подавался сам на магистратуру, жена подавалась на год английского языка, я не знаю, зачем агент ему такие комбинации советовал, у них еще есть ребенок, мне кажется, ему достаточно трудновато, но бог с ним. Если все это вместе учесть, вся эта программа весит гораздо больше, скажем так, чем 30 тысяч долларов, то одних только комиссионных, на мой взгляд, я не знаю условия работы этого агента, будет вполне возможно более чем 6 тысяч долларов. Я думаю, это достаточно большая цена, при которой обрадовательный агент должен, ну, грубо говоря, в ножки поклониться такому студенту, а не угрожать ему сдачей в департамент миграции, в посольство. И вот этот вот откровенный шантаж, он тоже будет описан в жалобе. Это в действительности присутствует, это в действительности не только такие компании одиозные, как Росперсонал, но и многие другие, которые балуются таким вот запугиванием своих клиентов. Поэтому я очень надеюсь, что мы сможем при активной поддержке, в общем-то, участии самих вот этих вот пострадавших, создать такую систему, которая выкинет с рынка людей, которые не умеют себя этично вести, которые заражены, в общем-то, русским стилем ведения бизнеса. Я не хочу сказать русским, потому что как русский человек я уважаю свой народ и уважаю те корни бизнеса, которые были выкорчеваны, но русский в кавычках, который сейчас господствует на территории постсоветского пространства. Поэтому мы расширяемся, наши участники, это теперь уже не только участники проекта РАМЗЭС, люди, пострадавшие от других образовательных и иммиграционных агентов, даже от учебных заведений. Эти люди будут жаловаться, и мы даем им прямой доступ к министру иммиграции и министру торговли. Я надеюсь, что Стивен Смит и Тони Берг смогут принять активное участие в решении этих проблем, по крайней мере, и Эндрю Меткл, по крайней мере, их ведомство. Если такого не будет, это будет говорить о том, что эти люди и власть имущие ставят репутацию образования для иностранных студентов в Австралии под большой знак вопроса. А это значит, что под большим знаком вопроса будет их политическое будущее ровно через 4 недели, когда пройдут выборы в австралийский парламент. Большое спасибо. Продолжение следует...